Антон Павлович Чехов. Брожение умов. Из летописи одного города. Читает Геннадий Постригаев. Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся. Дошел до тридцати пяти и восьми и в нерешимости остановился. С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал. Лень было вытирать. По большой базарной площади, ввиду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя. Казначей Почешихин и Ходатый по делам, он же и старинный корреспондент сына Отечества Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал. На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо. — Что вы смотрите, Евпол Серпионыч? — Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Туча тучей. — Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать, да ежели в саду отца протеерея сели. — Нисколько, Евпол Серпионыч. Не у отца протеерея, а у отца дьякона Врата Адова. — А если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. — Да и за что их посудить и убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно. Но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет. — А для чего, он спрашивается, поет? — Для хвалы поет. Всякое дыхание дохвалит Господа. Ой, нет, кажется, у отца протеерея сели. Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лопотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протеерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей, и потом сами стали смотреть на дом отца протеерея. — Да, вы и правду сказали, они у отца протеерея сели, — продолжал Оптимов. — У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать. Из протопоповой калитки вышел сам отец протеерей Восьмистишеев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и вместе с дьячком стал тоже глядеть вверх, чтобы понять. — Отец Паисий, надо полагать, на требу идет, — сказал Почешихин. — Помогай ему, Бог. В пространстве между друзьями и отцом протеереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягшего свое внимание навысь поднебесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ветший нищего слепца, и мужик, ниший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей. — Что-то случилось, надо думать, — сказал Почешихин. — Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму. — Эй, Кузьма! — крикнул он остановившемуся мужику. — Что там случилось? Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лобаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным. — Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь, черт свинячий. — Да где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь, вас честью просят. — Должно внутри загорелось. — Честью просят, а сам руками тычет. Не махайте руками. Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать. На мозоль наступил, чтоб тебя раздавило. — Кого раздавило? Ребята, человека задавили. — Почему такая толпа? За какой надобностью? — Человека, ваше высокоблагородие, задавило. — Уйди, разойдись. Господа, честью прошу, честью просит тебя дубина. — Мужиков толкай, а благородных не смей трогать, не прикасайся. — Мне ж-то это люди, не ж ты их чертей проймешь добрым словом. Сидоров, сбегай-ка за Акимом Даниловичем, живо. Господа, ведь вам же плохо будет. Придет Аким Данилович, и вам же достанется. — И ты тут, Парфен? — А еще тоже слепец, святой старец. Ничего не видит, а туда ж, куда и люди, не повинуется. — Смирнов, запиши Парфена. — Слушаю. И Пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухший, это Пуровский. — Пуровских не записывай, покуда. Пуров завтра именинник. Скворцы темной тучей поднялись над садом отца Протеерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их. Они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилович. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу. — Пожарные, приготовьтесь, разойдитесь. Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет. Чем в газеты на порядочных людей писать разные критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественней. Добру-то не научат газеты. — Прошу вас не касаться гласности, — вспылил Оптимов. — Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя подолгу гражданина и почитаю вас как отца и благодетеля. — Пожарные, лей! — Воды нет, ваше высокоблагородье! — Не разговаривать! Поезжайте за водой, живо! — Так и не на чем ехать, ваше высокоблагородье! Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать. — Разойдись! Знай назад, чтоб тебя черти взяли! Съел? Запиши-ка его черта! — Карандаш потерялся, ваше высокоблагородье! Толпа все увеличивалась и увеличивалась. Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав стрелочка, толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один единственный человек — это пожарный, ходивший на каланче. Вечером того же дня Аким Данилович сидел в бокалейной лавке Фертикулина, пил лимонад газа с коньяком и писал. — Кроме официальной бумаги, смею добавить ваше общество и от себя некоторое присовокупление. — Отец и благодетель, именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов. Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. — Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находят себе подходящего названия. Горжусь ими достойными слугами отечества. — Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра, ближнему ничего не желающий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами того, кто не допустил до кровопролития. Виновные за недостатком улик сидят пока в заперти, но, думаю, их выпустить через недельку. От невежества приступили заповедь. В потемках Муха средней величины забралась в нос товарища прокурора на дворного советника Гагина. Любопытство ли ее мучило, или, может быть, она попала туда по легкомыслию, или благодаря потемкам, но только нос не вынес присутствие инородного тела и подал сигнал к чиханию. Гагин чихнул, чихнул с чувством, с пронзительным присвистом и так громко, что кровать вздрогнула и издала звук потревоженной пружины. Супруга Гагина, Марья Михайловна, крупная полная блондинка, тоже вздрогнула и проснулась. Она поглядела в потемки, вздохнула и повернулась на другой бок. Минут через пять она еще раз повернулась, закрыла плотнее глаза, но сон уже не возвращался к ней. Повздыхав и, поворочившись сбоку-набок, она приподнялась, перелезла через мужа и, надев туфли, пошла к окну. На дворе было темно. Видны были только силуэты деревьев да темные крыши сараев. Восток чуть-чуть побледнел, но и эту бледность собирались заволокнуть тучи. В воздухе, уснувшем и окутанном во мглу, стояла тишина. Молчал даже дачный сторож, получающий деньги за нарушение стуком ночной тишины. Молчал и Коростель, единственный дикий пернатый и нечуждающийся соседство со столичными дачниками. Тишину нарушила сама Марья Михайловна. Стоя у окна и глядя во двор, она вдруг вскрикнула. Ей показалось, что от цветника с тощим стриженным тополем пробиралась к дому какая-то темная фигура. Сначала она думала, что это корова или лошадь. Потом же, протерев глаза, она стала ясно различать человеческие контуры. За семьей показалось, что темная фигура подошла к окну, выходившему из кухни, и, постояв немного, очевидно, в нерешимости, стала одной ногой на карниз и исчезла во мраке окна. Вор! Мелькнула у нее в голове, и мертвенная бледность залила ее лицо. И в один миг ее воображение нарисовало картину, которой так боятся дачницы. Вор лезет в кухню, из кухни в столовую, серебро в шкафу, далее спальня, топор, разбойничье лицо, золотые вещи. Колено ее подогнулись, и по спине побежали мурашки. — Вася! — затеребила она мужа. — Базиль! Василий Прокофьевич! Ах, боже мой, словно мертвый! Проснись, Базиль! Умоляю тебя! — Ну! — промычал товарищ прокурора, потянув в себя воздух и издавая жевательные звуки. — Проснись ради Создателя! К нам в кухню забрался вор! — Стою я у окна, гляжу, а кто-то в кухню лезет. Из кухни приберется в столовую, ложки в шкафу. — Базиль! У Мавры Егоровны в прошлом году так же вот забрались. — Кого? Ой, Господи, кого тебе? — Боже! Он не слышит! Да пойми же ты, Стукан, что я сейчас видела, как к нам в кухню полез какой-то человек. Пелагея испугается, и серебро в шкафу. — Чепуха! — Базиль! Это несносно! Я говорю тебе об опасности, а ты спишь и мычишь. Что же ты хочешь? Хочешь, чтобы нас обокрали и перерезали? — Черт вас знает, что вы за народ! — пробормотал он. — Неужели даже ночью нет покоя? Ай, будет из-за пустяков. — Ну, клянусь тебе, Базиль, я видела, как человек полез в окно. — Ну, так и что же, и пусть лезет. Это, по всей вероятности, к Пелагеи ее пожарный пришел. — Что? Что ты сказал? — Ну, я сказал, что это к Пелагеи пожарный пришел. — Тем хуже! — вскрикнула Марья Михайловна. — Это хуже вора! Я не потерплю в своем доме цинизма! — Эк, добродетель, посмотришь, не потерплю цинизма! — Да не, что это цинизм! К чему без толку заграничными словами выпаливать? Это, матушка моя, спокон веку так ведется, традиции освещено, но то он и пожарный, чтобы к кухаркам ходить. — Нет, Базиль, значит, ты не знаешь меня. Я не могу допустить мысли, чтобы в моем доме и такое эдакое... Изволь отправиться сию минуту в кухню и приказать ему убираться сию же минуту, а завтра я скажу Пелагеи, чтобы она не смела позволять себе подобные поступки. Когда я умру, можете допускать в своем доме циничности, а теперь вы не смеете. Извольте идти. — Черт! — проворчал Гаген с досадой. — Ну, рассуди своим бабьим микроскопическим мозгом! Зачем я туда пойду? — Базиль, я падаю в обморок! Гаген плюнул, надел туфли, еще раз плюнул и отправился в кухню. Было темно, как в закупоренной бочке, и товарищу прокурора пришлось пробираться ощупью. По дороге он нащупал дверь в детскую и разбудил няньку. — Василиса, — сказал он, — ты брала вечером мой халат чистить? Где он? — Я его, барин, Пелагеи отдала чистить. — Ну, что за беспорядки! Брать берете, а на место не кладете. Изволь теперь путешествовать без халата. Войдя в кухню, он направился к тому месту, где на сундуке под полкой с кастрюлями спала кухарка. — Эх, Пелагея! — начал он, нащупывая плечо и толкая. — Ты, Пелагея, ну, что представляешься, не спишь ведь. Кто это сейчас лез к тебе в окно? — А, ну, здрасте. В окно лез? Кому это лезть? — Да ты того. Нечего тень наводить. Скажи-ка лучше своему прохвосту, чтобы он по добру, по здорову убирался вон. Слышишь? Нечего ему тут делать. — Да вы в уме, барин? Здрасте, дуру какую нашли. День-деньской мучаешься, бегаючи, покоя не знаешь, а ночью с такими словами. За четыре рубля в месяц живешь при своем чае и сахаре, а кроме этих слов другой чести ни от кого и не видишь. Я у купцов жила, до такого срама не видывала. — Ну, ну, нечего лазаря петь. Сию же минуту, чтобы твоего солдафона здесь не было. Слышишь? — Грех вам, барин, — сказала Пелагея, и в голосе ее послышались слезы. — Господа образованные, благородные, а нет того понятия, что, может, при горе-то нашим, при нашей несчастной жизни. Она заплакала. — Обидеть нас можно, заступиться некому. — Ну, 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 мне-то ведь все равно. Меня барни сюда послал. По мне хоть домового впусти в окно, так мне все равно. Товарищу прокурора оставалось только сознаться, что он не прав, делая этот допрос, и возвратиться к супруге. — Послушай, Пелагея, — сказал он, — ты брала чистить мой халат? Где он? — Ах, барин, извините, забыла вам положить его на стул. Он висит около печки на гвоздике. Гагин нащупал около печки халат, надел его и тихо поплелся в спальню. Марья Михайловна по уходу мужа легла в постель и стала ждать. Минуты три она была покойна, но затем ее начало помучивать беспокойство. — Как долго он ходит, однако, — думала она. — Хорошо, если там этот циник. Ну, а если вор? И воображение ее опять нарисовало картину. Муж входит в темную кухню, удар обухом, умирает, не издав ни одного звука. Лужа крови. Прошло пять минут, пять с половиной, наконец шесть. На лбу у нее выступил холодный пот. — Базиль! — взвизгнула она. — Базиль! — Ну, что кричишь? — Здесь я, — услышала она голос и шаги мужа. — Режут тебя, что ли? Товарищ прокурора подошел к кровати и сел на край. — Ничего там нет, — сказал он. — Тебе померещилась чудачка. Ты можешь успокоиться. Твоя дурища Пелагея такая же добродетельная, как и ее хозяйка. — Эккая ты, трусиха, экая ты! И товарищ прокурора начал дразнить свою жену. Он разгулялся, и ему уже не хотелось спать. — Экая трусиха! — смеялся он. — Завтра же ступай к доктору, от галлюцинации лечиться. Ты психопатка. — Дехтем запахло, — сказала жена. — Дехтем или чем-то таким, луком, щами. — Да, что-то такое в воздухе. Спать не хочется. Вот что, зажгу-ка я свечку. Где у нас спички? И, кстати, покажу тебе фотографию прокурора судебной палаты. Вчера прощался с нами и дал всем по карточке с автографом. Гагин чиркнул о стену спичкой и зажег свечу. Но прежде чем он сделал шаг от кровати, чтобы пойти за карточкой, сзади него раздался пронзительный, душераздирающий крик. Оглянувшись назад, он увидел два больших Жениных глаза, обращенных на него, и полных удивления, ужаса и гнева. — Ты снимал в кухне свой халат? — спросила она бледнее. — А что? — Погляди на себя. Товарищ прокурора поглядел на себя и ахнул. На его плечах вместо халата болталась шинель пожарного. Как она попала на его плечи? Пока он решал этот вопрос, Жена его рисовала в своем воображении Новую картину, ужасную, невозможную. Мрак, тишина, шепот и прочее, прочее, прочее. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установке подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установке перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделке вагонкой, панелями ПВХ, установке подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623 Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич Геннадий Анатольевич